Сибирские ученые придумали, как сделать пищу полезнее с помощью трав. 9.29 апреля 2020 года обновлено 9.34.9 апреля 2020 года РИА Новости Владимир Вяткин Праздничный стол РИА Новости Владимир Вяткин Праздничный стол Архивное фото Москва, 9 апреля Новости Ученые Торгово-экономического института Сибирского федерального университета Красноярск предложили использовать сырье, остающееся после переработки широко распространенных лекарственных растений для обогащения пищевых продуктов и повышения их вкусовых качеств и питательной ценности, сообщила пресс-служба СФУ Важной задачей, способствующей развитию региональной экономики, росту импортозамещения и освоению северных территорий России, считается заготовка дикорастущих растений, а также создание предприятий по переработке местного лекарственного растительного сырья и производству пищевых добавок из него 2 апреля, 15.54 Диетолог рассказала, когда нужно менять пищевые привычки Ценные вещества Специалисты СФУ показали, что веществами, извлеченными из полынь горькой, побегов багульника болотного и цветков пижмы обыкновенной, можно обогащать пищевые продукты, повышая их питательную ценность Было доказано, что в этих нетрадиционных с точки зрения гастрономии растениях содержатся биологически активные компоненты, способные существенно разнообразить диету современного человека, отмечается в сообщении ВУЗа По мнению авторов работы, особенно полезной эта находка станет для жителей арктических территорий, испытывающих сезонный недостаток витаминов и растительной пищи в рационе Отмечается, что технология извлечения этих веществ из сухих шретов растительных остатков после отжима эфирных массил уже отработана и не требует существенных затрат Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале 11 марта, 8.33 В раскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья «Мы не случайно выбрали полынь, багульник и пижму обыкновенную, которые издавна применяются в фармацевтических целях Высокая биологическая активность содержащихся в них компонентов, широкая географическая распространенность и доступность этих растений, их неприхотливость и быстрая возобновляемость делают такое сырье чрезвычайно выгодным Оно недорогое и может применяться в промышленных масштабах, рассказала доцент кафедры товаровведения и экспертизы товаров с Фуольга Веретнова, слова которой приведены в пресс-релизе По ее словам, хотя эти лекарственные растения содержат сильнодействующие компоненты, передозировка которых может быть опасной для человека Авторы разработки решили эту проблему, выделяя необходимые целевые вещества из жмыха или шрота, которые остаются после извлечения лекарственного начала То есть, все потенциально опасные сильнодействующие содержимое уже предварительно извлечено из растительного сырья Пояснила Веретнова, 21 февраля, 2 часа Вкус или польза Врач рассказал об уникальных свойствах гречки Полонные десерты Специалисты с Фу также предложили простой и эффективный способ превратить растения, известные своей горячью, во вкусные и полезные желированные десерты, отметила Веретнова Чтобы получить эти нетоксичные экстракты, мы использовали определенный режим извлечения С его помощью удалось выделить белки, углеводы, витамины, минеральные и дубильные вещества, сказала она Мы решили добавить полученные экстракты в состав желированных десертов Среди всех кондитерских изделий и блюд они наиболее полезно содержат мало сахара и привносят в рацион необходимые для организма пектиновые вещества, улучшающие микрофлору и перистальтику кишечника, а также адсорбирующие вредные вещества Экстракты пижмы, багульника и полыни эту полезность многократно усиливают, сообщила, в свою очередь, доцент кафедры товаровведения и экспертизы товаров Галина Гуленькова 7 февраля, 08.00 Рея Наука Диета и сердце Врач объяснил, что на самом деле защищает от инфаркта Эти экстракты содержали дубильные вещества, имеющие не только вяжущие свойства, но также витаминную и в определенной степени антибактериальную активность, аскорбиновую кислоту и витамин РР, отметила доцент кафедры товаровведения и экспертизы товаров Галины Рыбакова По ее словам, экстракты восполнят недостаток перечисленных веществ как в диете современных горожан, так и в традиционном меню народов Севера Горечи в предлагаемых десертах вы не почувствуете извлекаемые сошроты экстракты абсолютно лишины этого вкуса Мы предлагаем пищевой индустрии по-новому взглянуть на фармацевтическое производство и сделать его хотя бы отчасти безотходным, резюмировала Рыбакова 26 декабря 2019 года, 2 часа МНС реабилитирован Диетолог рассказала о пользе продукта